Аллилуйя! Я скажу, брат дав запитанье, а в Глоботе, брат, мы предполитали, так что наша старая натура меняется не сразу, не сразу, мы новое творение в Христе Иисусе, мы, меняется наш дух, и Бог есть дух. Мы поклоняемся Богу, мы поклоняемся в духе и вести, и Бог это не поклоняемся, через это Он смотрит на нас в Боге, что мы новое творение в Христе Иисусе, а наша старая натура, вона Иисус, шесть часов висит на Христе, шесть часов. Он в этом показал, что с каждой капли крови, не сразу, с каждой капли крови, мы пройдемся наша старая, старая людина, и возродится новое в Христе Иисусе, возродится новое творение в Христе Иисусе. Иисусе, возродится новое творение в Христе Иисусе, возродится новое творение в Христе Иисусе. Я хочу рассказать, как покаялась моя женщина Галина. Ходил я уже 5-6 лет на служение, и сразу я ее приглашал, пытался донести Евангелие. Вона сказала, что я не веду эту секту вашу, я заверил царя Отечества, не православный, и все, и я перестал ее приглашать, перестал, просто начало молиться за ними. И в один прекрасный день, вона говорит, куда ты идешь? Я говорю, куда? Я 6 лет иду, говорю, прошло неделю, возьми меня, будь ласка, беру я ее. И потом она рассказывает, как раз, как говорится, отец агентства, и пригласил до покаяния. Говорит, ноги самим вывезли. 6 лет. Но она не противилась, да? Что-что? Она же не противилась, что вы хотите. Не противилась? Ну, как противиться? Ну, я все-таки мужчина. Говорит, это было, конечно, духовно противное. Да, духовно. Но, слава Богу, что Валерий Иванович выстоял. Здесь очень важный момент такой тоже. Как же выстоять? Я узнал, что Бог живет. Я узнал истину. Куда? Ну, куда? Как Господь сказал, если вы не хотите уйти и вы. Говорит, у тебя есть глаголи? Вечная жизнь. Вечная жизнь. Куда нам идти? Куда можно идти от истины? Куда можно идти от истины? Что вы, людей, нахво, знаете, что это истина. Что это Иисус. Что вы, Иисус в нем. Ну, слава Богу. Слава Богу. Вот. Поэтому надо выстоять порой, на самом деле, с Богом, в Боге, во Христе. И Он в нас. Вот. И, действительно, тогда чудеса свершаются. Вот. И тоже, вот, вчера, как раз, мы общались чуть-чуть. Вот. С Максимом. Как раз я рассказывал тоже, что 30 лет назад начал свое, как раз, полное служение в православном храме, да. В 87-й год, начало 88-го года, как раз, служил, ну, помогал одному священнику, другому священнику. Вот. Но к одному из этих священников я прилипился очень сильно. И так далее. Он пожилой был человек, уже такой старый уже. В общем-то, такого пенсионного возраста уже. И для меня, молодого, еще пацана со всеми, это было, конечно, начать, вот, такой уважаемый человек. Вот. И верующий, все, значит. Ну, там, другие священники предлагали мне тоже, вот, в служении. Вот. Но, как-то, внутри это никак не откликалось, честно говоря. Но, когда этот священник мне об этом сказал, вот, у меня это откликнулось очень сильно. Потому что я даже сам понял, что я этого сам хочу оказаться. Вот. Просто я, ну, как-то, недопонимал. Вот. И вот так вот. Ну, и тут же, конечно, были и искушения, очень сильные искушения были. Атаки такие. Особенно, вот, как раз, вот, от самых ближних. От самых ближних. Вот, значит, вот, мама, папа, брат, родной ночью. Особенно мама какая-то, как раз, была. И, что, ну, мы тебя кормили, растили, поиграли для кого, для боков. Вот. И, значит, и даже там уже все и скандалы. Ну, и по-хорошему пытались, папа хотел по-хорошему меня отвалить от церкви. Вот. Вот мои мечты исполнить некоторые. Вот. Финансово так вот. Вот. И, как бы, конечно, это только с одним условием, что больше, пожалуйста, в храм не ходить. И потом, он сказал мне потом один-один уже, что, ну, в принципе, можешь сходить иногда, ну, чтобы так, не мазурить глаза никому так. Чтобы это не было, тем более, там, на виду. Постоял бы это, там, для себя и все. Вот. Вот. Ну, а чтобы так, в храм не ходил. Вот. А для меня, для многого человека, конечно, было уже такое искушение. Вот. И всякое тоже. И уже потом, когда уже видели родители, что они такую, уже и проклинали уже все, и отрекались от меня тогда. Вот. И даже, там, я впервые в жизни видел, как моя мама кричала. Она, вообще, родители у нас спокойные очень люди. Вот. И, как бы, то есть я не слышал, чтобы они кричали вообще. Отец мама кричала, я вообще, по-честному, шокирую просто вообще. Вот. И, она, значит, отвечала, что лучше ты был пьяница или теремщина, но тот неверующий. Мы не переживем. Наш сын в Попу пошел, в церковь пошел. Вообще это, Богу это вообще. И потом последний тематум был от родителей, что либо мы, либо твой Бог. Все. Вот. Либо, ну, короче, Итан, мой Божий сын тогда. И когда стал ходить, ну, узнавали со мной. И ходил в храм, все помогал священникам, все привлеклялся к церкви, заправлялся. Потом они отвлекались от меня. Вот. Родственникам сообщили, что наш сын умер. Ну, что я умер, как бы, все. Вот. Достался только один сын, младший, мой брат. Вот. Отвлекались от меня. Папа даже везел туда. В Компартии ездил, там, писал заявление, что отвлечение. Вот. Что революционный мальчик, что он, как бы, стал верующим. Вот. Это было тяжело, конечно, все это осознавать. Вот. Когда пытался... Ну, что я молодой пацан еще. Пытался поговорить с мамой, с папой после этого. Вот. А они демонстративно говорили, что меня не существует вообще. То есть, обворачивали глаза. Как будто не слышали меня. То есть, все. Ну, пару раз говорили мне маму, что ты умер, три раз не существуешь. Все. И все, значит. Ну, конечно, я вот спал в этой квартире, тоже начнем пользоваться холодильником. Все, значит. Ну, как бы, но как будто меня не существует. Знаете, как странно такое ощущение. Ну, я призываю. В квартире, где всю жизнь как бы жил, как бы и довольно странно все это было. Но, знаете ли, прошли... Потом, конечно, это 80-е годы были. Потом стало попроще, гораздо проще. Особенно, вот, как раз 89-90 год. А потом союз рухнул уже. Потом эта идеология упала вообще сама, коммунистическая. И, как бы, стало вообще проще. Вот. И, знаете ли, потом мои амбетики, они тоже пришли, там, как раз в тот храм, где я начинал служение свое. Покрестились оба, и мама, и папа покрестились. И брат покрестились в этом храме тоже. Вот. И, знаете, потом на приход мы приезжали. Это уже 92-й год был уже. Коллега Стехея начала 92-го года. В моем первом приходе, где я был настоятельным храмом. Ну, молодой священник, как бы, предположенный, служил там на этом приходе. И, значит, и папа сказал мне, но мама приезжала отдельно еще тоже. То же самое сказала, что, слава Богу, потому что ты нас тогда не послушался, когда вот это противостояние было. Знаете, ну тоже несколько лет было тяжело, вот, как бы, вот, это противостояние-то есть. Но я, когда молодым людям рассказываю, всегда я говорю, что самое главное – держитесь Бога. И даже если в семье ты один первичий, вот, знаете ли, ты не один. Ты с Богом. И просто те, кто сейчас противится, да, открыто или скрыто противится, противостоян, просто, ну, слеплющик в реальности. Придет время, и Господь спасет. Но я знаю другие истории, к сожалению, когда люди ради людей удалялись от Бога. Ради ближних своих, ради своей жены, или ради мужа, или ради детей, или ради родителей. Ну, по-разному. Я слышал очень разные рассказы от разных очень людей, когда начинали, избирали все-таки каждого человека. И это каждый раз окончилось очень плохо, вообще. Потому что тогда человек теряет не только Бога, и теряет он и ближних своих тоже теряет. Потому что не находит их. Вот. Потому что наше единение, на самом-то деле, и счастье человеческое, оно, вот, именно, ну, единство с Отцом. Вот так вот. Поэтому, слава Богу, что вот такие вещи происходят, когда мы, вот, действительно, Боге с Богом и во имя Его. Слава Богу. И в этом наша победа. Слава Богу. Вот. И сейчас давайте помолимся. Я вот эти распечаточки сделал, да? И здесь, значит, одна из каких-нибудь здесь наоборот написано «Молыпва за Украину». Да. Такой, его называют даже «Гимн Украины», духовный, «Заховный гимн Украины». «Молыпва за Украину». Да. Замечательно. Да, можно. «Молыпва за Украину». А, тоже есть, да? О, хорошо. Вот. А перед тем, другую распечаточку возьмем. Перед тем. Здесь церковные такие места, тем не больше. Вот на обороте «Слава Тоби, Боже наш, слава Тоби». И дальше «Боже наш, аминь». А на «Разбороте» символ Виры. Вот. И так вот, такой напевкой, обычный такой церковный. Вот это вот, с первым листочком сейчас. Давайте вместе. Слава Богу! Спасибо.